В Гомеле появился незвычайный автобус. Худка его можно будет увидеть на 17-м городском маршруте. Идея перетворить гражданский транспорт в шарованную каску належит Маргарите Кравченко. Она учится на 4-м курсе политехнического университета имя Сухого и одночасово занимается развитием незвычайных для города проектов. Один из них, автобус Прадказанев, вошел в лик лучших на республиканском конкурсе 100 идей для Беларуси. Сенсу тем, что на каждом сядении и поручни автобуса з'явились наклейки, выконанные с элементами национальной символики. На их жартовные прадказания. Можно сустреть такие. Магия, развитие, кахание, семья, дитя. Например, кто сядет на место с наклейкой кахания, может настроивать себя на худкую сустречу со своей другой половинкой. Я участвовала в конкурсе 100 идей для Беларуси. У нас было такое задание придумать транспорт. И был орнамент. И я это все соединила. И таким образом получился автобус предсказаний. В чем его уникальность, в чем его непредсказуемость? Во-первых, то, что это единственный автобус в городе Гомеле. Он украшен беларусскими орнаментами внутри и снаружи. У дорожного руха областного центра отбылись изменения. У некоторых района Гомеля водителям треба звертать особливую увагу на знаки и разметку. По улице Кирова у Сталяваны новый светлофорный объект. А по улице Быховской на нерегулюемом пешеходном переходе отбылось звужение зебры. Гэтые меры помогут знизить худкость руху транспортных сродков и повысить беспеку пешеходов. Продолжение следует...